Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала! Вы, как всегда, на канале Синьяна Чемодана. Мы сегодня в полном составе! Как и в принципе всегда, куда без полного состава. Ребятки, мы сегодня вас приглашаем в очень крутой выпуск. Это крайний выпуск из Паттайи, потому что мы уезжаем. Сегодня возьмем машину в аренду. Надеюсь, все получится. Доберемся до этого крутого пляжа. Как следует накупаемся, будет очень много всего интересного. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал и погнали! Перед отъездом решили с мальчишками сходить к Барбару подстричься, потому что неизвестно, какой будет там, а здесь салон очень классный. Здесь, как всегда, аншлаг, все забито. Мы с Тёмиком ждем. Хотя Тёмка вообще вот здесь еще даже не особо зарос, но надо убирать эту шевелюру. Родик первый сегодня слижется. К преображению пацанов. Парни, посмотрите на меня. Но привели хоть себя в порядок. Про меня тоже не забыли, хоть немножко сняли. Осталось только Мирошку подстричь. Но его в барбершопе не вариант, тем более в этом. Здесь они очень досконально стригут тщательно, и стричка занимает прилично времени. За машиной выдвигаемся вдвоем с Тёмкой, потому что мы поздно встали, все еще в полдреме. А мы быстро подскочили, как самый старший. И поедем. Значит, первая главная задача, нам нужно снять деньги, потому что за машину нужно будет рассчитаться, плюс оставить за машину депозит. Так, по поводу, что за компания, я сейчас чуть позже расскажу. И расскажу вообще, как я выбирал компанию, потому что здесь проката просто море. У нас и такая большая практика по арендам автомобилей, но был не очень классный опыт в Турции. Сейчас то чуть позже расскажу. Обожаю вот этот зеленый банкоман за то, что здесь есть грузификация. И это, конечно, прикольно. Мы сняли деньги, теперь срочно вызываем такси. Единственное, как лайфхак, что ли, если снимать крупную сумму, то лучше, наверное, это сделать, ну, наверное, через меня. Я просто не знаю, ни разу этими услугами не пользовались, но вообще мы, получается, сняли, как я вроде посчитал, 2,8. В принципе, плюс-минус нормально. Ладно, вызываем такси, едем в прокат. Пока ждем такси, время зря не теряем. Такой вот у нас завтрак. Ох уж эти такси, ребятки. Здесь на самом деле вообще в принципе-то нет проблем никаких с такси, но я помню 21 год, когда мы продали свой автомобиль, и потом по делам перед поездкой в Турцию мы катались на такси, ездили кортежем, понимаете, в две машины. Вот это мы знатно намучились. И вот декабрь, я весь месяц провел тогда на Авито в поисках машины. Все такие классные, прям покупай каждую. Но не тут-то было, почти в каждом объявлении были подвохи. Помню, как 28 декабря мы прилетели в Россию, и я сразу же отправился смотреть мультивэн. В итоге его нет, объявление фейк. Нахожу другой, все устраивает, еду смотреть, но меня смутила цена. И тут огромное спасибо автотеке. Автотека – это сервис проверки истории автомобиля с пробегом по ВИН или госномеру перед его покупкой. И это очень важно. Через сервис Автотека можно получить подробный отчет о машине и узнать максимум информации, которая помогает сделать покупку прозрачной и безопасной. А именно, узнать, находится ли машина в розыске или залоге, использовалась ли в такси или каршеринге, показывает расширенные данные ДТП, показывает информацию о ремонтах с подсчетами и детализации работ запчастей, показывает историю эксплуатации. Сколько владельцев было, когда были ТО и сервисные плановые работы. Так вот, на примере данного мультивена, смотрите. Мультивен 2013 года, вся его информация. Был в ДТП, есть расчеты стоимости ремонта, были страховые выплаты, был кузовной ремонт. Сколько владельцев и когда их. И самое для меня важное, вот, когда он был в ДТП, есть расчеты стоимости ремонта. Первый ремонт, ладно, такой незначительный, но больше всего шокировал ремонт третий, после третьего ДТП в 16-м году, представляете, ремонт на полмиллиона. Здесь было заменено абсолютно все, то есть по факту собрали из каких-то новых запчастей другую совершенно машину, двери, капоты, крыши и так далее и тому подобное. Это просто жесть. Благодаря сервису автотеки, ты можешь быть уверенным в безопасности сделки. Сам отчет очень понятный, четкий и, конечно же, экономит время. С автотекой можно быстро отсечь все ненужные варианты до просмотра автомобиля, что очень экономит время, тем более в Москве. Не нужно ехать смотреть каждую машину, можно все понравившиеся варианты проверить через сервис, перед тем, как куда-то поехать. И тогда в декабре я скупал все отчеты автотеки, всех понравившихся мне вариантов и выбрал нашего красавца, которого мы выкатили 31 декабря в 8 вечера из салона. Ну а сколько десятков тысяч километров он проехал и сколько стран повидал, вы это знаете. Если вы планируете покупать себе автомобиль, то я настоятельно рекомендую покупать отчеты на автотеке. А для того, чтобы вы поняли, как же круто выбирать автомобили с отчетами автотеки, я вам оставляю здесь промо-код на скидку 20% на один отчет для совершенно всех пользователей. Вплоть до 29 февраля 2024 года. Ссылку я оставлю там в описании. Проверяйте машину с автотекой. Мы доехали, это очень хорошо. Сейчас будем забирать машину и сейчас я вам покажу, что за компания. Итак, компания называется Max Car Rental. Вот их контакты, да, можете себе обязательно сохранять. У них есть различные системы платежные, да, можно оплачивать. Очень удобно, что у них есть сотрудники, которые общаются на русском языке. И также вот аренда авто Max Car Rental. Запоминайте, ребятки. Также контакты будут там в описании. Как я выбирал эту компанию? На самом деле, компаний огромнейшее количество. Естественно, я полагался исключительно на отзывы от наших соотечественников. Я их искал в гугле, а потом в нашем телеграм-канале, что, кстати, обязательно подпишитесь на него, наши пару человек, там зрители написали, что мы всегда, каждый год берем именно машину у них. Поэтому я даже дальше думать не стал. Написал ребятам. И вот, собственно, мы здесь. Читал отзывы, когда там было таки написано, что у них в основном весь автопарк – это новые машины. Ну вот, в принципе, да, вот они все, вот эти Тойоты, это новые, вот эти чуть-чуть постарее, Хонда новая, вот они все тоже Тойоты. Видимо, в этом году обновили парк. Мы, кстати, забронили себе тоже новую машину прям с 23-го года. И это, конечно, здорово, потому что наша практика в Турции показала, что лучше не связываться с бэушными машинами. Мы тогда взяли тачку, ну, типа, знаете, я не помню какого года, но уже не новую. И в итоге на дороге у нас лопнуло переднее колесо. Как мы никуда не птюхались, я не знаю. Но после этого я твердо решил, если арендовать тачку, то нужно обязательно брать новую. И здесь, собственно, есть такая возможность арендовать именно новые машины. Мы, кстати, договорились на вот такую Yaris Atif Toyota. Прикольно смотрится. Для аренды машин нам понадобится паспорт, международное водительское удостоверение. Я заранее знал, что буду в Таиланде брать машину, поэтому там сразу себе сделайте права. Самый ответственный момент это все расплачиваемся и забираем нашу машину. Как я и предполагал, это наша машина. У Toyota сейчас нет запасов, представляете, вообще. Здесь есть только насосы, специальные средства. Если вдруг проколол колесо, закручиваешь. Ну, как в Турции я видел подобную систему. Газом наполняешь, колесо надулось. Но здесь проблема еще в том, что эти баллончики продаются сейчас только у официалов. И что-то в 1000 бат что ли стоит. Так, нужно обязательно машины осматривать. Ай, это просто. Так, ладно. Окей, вообще машина новая, поэтому не должно быть ничего такого там серьезного. А, ну это все. Вот это, вот это, ну ничего страшного. Это такие. Больше на мелкие недочеты. Похоже. Не, ну так-то у нее вообще. Темка, отойди, пожалуйста. Вот у нас. Так. Кто-то ее немножко бампер тиранул. Ну, в принципе, все. Здесь все хорошо. Мне очень нравится, что машины полностью тонированы. Полностью тонированы в круг. И это, конечно, вау. Так. Ну и, соответственно, надо еще пройтись по салону. Так. Поехали. Ага. Здесь роли с другой стороны. Так. Салон. Ну, машина новая. Здесь пробег 17 340 километров. Так. Здесь есть небольшое. Вот тут пятнышко. Ну, это ничего страшного. Так. Потолок белый. В принципе, все норм. Здесь вы, парни, будете ездить. Так. Здесь, видимо, кто-то что-то разливал. Потом за собой не вытер. Ну, да. Немножко пятнышки. И здесь чуть-чуть. Ну, а в целом-то что? Хорошая машина, мне кажется. Пойдемте за руль еще сядем. Купа. А вы встанавливаете? Так. Здесь все норм. Здесь норм. Здесь тоже нормально все. Опа. Ну. Да. Так. Климат-контроль, да, походу, двухзонный. Все есть. Все вроде дует. Кнопка старт-стоп. Ага. Ага. Так. Ну. Все хорошо. Вот чеки. Ничего не горит. Вот 17 тысяч. 340 пробег. И очень круто, что они отдают ее на полном баке. Вот это вообще просто нереальный респект людям. Это вот как я и хотел, чтобы прокатчики давали машину с полным баком и не нужно было сразу делать голову после аренды. Это невероятно и прям хорошо. Все, сейчас это бронируем и на такой вот будем передвигаться. Документы у нас также. Документы у нас также. Ага. Пардочки. Окей. Нет, нет, нет. А, окей, окей, окей. Здесь нельзя в машине кушать дуриан, ни в коем случае. Так, все работает. Хорошо. Хорошо. Окей. Окей. Так, все, расписываемся. Один, два, три. Окей. Темка садится ко мне, наверное, будет ездить спереди со мной. Да, мы ездим спереди. Так. Закрываем, ребятки, поехали домой. Берем ременчик. Ремешочек обязательно пристегиваемся. Слушайте, ну да, сейчас надо быстро как к машине привыкнуть. Наконец. Ну что же, дамы и господа, навигатор настроен. А, здесь кнопочка вверх поднимается, прикольненько. Дэшечка вкалючилась. И делаем первые метры на нашей машине. Да, нужно, конечно, немножко подпривыкнуть. Во-первых, подпривыкнуть к тому, что здесь движение, значит, левостороннее. И очень важно всегда смотреть сначала в два зеркала, дабы байки нам ничего не покорябали. Это, конечно, очень сильно важно. И всегда помнить, что едем мы с левой стороны. И нужно еще помнить, что дворники у нас. Что дворники у нас вот с этой стороны. Короче, стрёмненько пока мне ехать, если честно. Шикс. Но уверен, что все получится. Здесь на самом деле, вот, мы на Шри-Ланке брали машину. На Шри-Ланке гораздо ездить стрёмно, потому что там бибикают. Не так, как в Индии, но там все равно все бибикают. Очень много тук-туков. Понятное дело, байков. Здесь уже все равно как-то движение более цивильное. Никто не бибикает. Я раза три, наверное, слышал, что кто-то там кому-то бибись дает. Да, ну и, конечно же, да, снова надо привыкать к правому рулю и левому движению. Как у тебя, Тёма, машина? Класс, я просто соскучился. Соскучился? Вот это действительно так, как я соскучился по машине, ребята. Вот это, ого-го, вообще. Месяц получается, ну, чуть больше месяца мы... Я не водил машину, это... Это приличный срок, я вам так скажу, ребята. Мы даже вон музычку включили, красота. Так, все, глушим тачку. Шикс. Все. Ключи. Так, ну, вроде все, пойдем. Как вам эта машина? Пишите в комментариях, ребятки. Мне кажется, дизайн у нее вообще прикольный. Давайте посмотрим, что там под капотом, да? Коль мы взяли тачку, сейчас все и посмотрим, правда, где открывается капот. О, вот здесь. А, это подстаканник. И здесь, кстати, тоже вот мы пока ехали, я нашел. Вот подстаканник. Так. Сейчас посмотрим, что же там у нее под капотом. Шикс. Вот под капотом VVT и E. Ну вот все новенькое, все аккуратненькое, все чистенькое. Вот новая машина, есть новая. Тем более, когда берешь машину в аренду, мне кажется, действительно, это очень важно, чтобы без всяких казусов все прошло. О, да, Темка, что скажешь? Классная, современная машина. Да, на базе. Опа. Ладно, сейчас пойдем домой за нашими, будем потихоньку собираться и загружать уже, собственно, сюда все вещи. Но машина, конечно, нам развяжет руки, ноги. И мы начнем кататься как следует, изучать, потому что все-таки такси, это не очень удобно, когда у тебя машина под задницей, это прям класс. Мы собрали вон целый рюкзачище, вообще не подъемный, то есть арбуз, и фрукты, и вода, и переодевашка. Сейчас поедем в интересное место, на интересный пляж, в который очень давно хотели съездить. Но такси это делать было не вариант. Наконец-то мы вышли из дома, вон все дружно, что очень долго собирались, едем на пляж танцующей девочки. Но на самом деле, если вводить именно вот это название, то он приведет в Джамтиен. Поэтому в навигаторе лучше водить... Поздоровайтесь, Артем. Пляж принцессы, танцующей принцессы именно. И тогда он приводит именно правильно. Говорят, там очень красивая водичка, прекрасная. Морюшко. Поедем заодно, проверим. Не знаю, что нас ждет. Вот, едем. Естественно, нашей новенькой машине. Аллилуйя, у нас тачка под жопой. Это очень прекрасно, ребята. Переходите, 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 парни. Чик. О, красота. Так, в багажник, ребята. В багажник закидываем кучу, ой, как резко. Куча барахла. В том числе и, значит, портфель наш набитый. Так, и все, и прыгаем. Вот про что я вам говорил. Видите, пляж дальней танцующей принцессы. Вот он где находится. Красивые здесь, конечно, фотографии. Ладно, в путь. Вот, ехать нам 53 минуты 52 километра. Да, самое важное, это вот не забывать про поворотники. Не забывать, что нам нужно в левую полосу. Это прям вообще очень-очень важно. Давайте, пропустите меня по-братски. Кстати, когда я брал машину, мне вот парень это говорил, что если будем ехать по платным дорогам, нужно обязательно выбирать, значит, окошко, где есть шлагбаум, потому что это за кэш. Если проскочить просто в открытое окошко без шлагбаума, то автоматически машинный номер считается, и надо будет оплатить через приложение. Но он говорит по опыту, как многие пытаются это сделать, чтобы сэкономить в моменте денег. В итоге карты не принимаются, оплатить не получается, и приходится оплачивать штраф, который в 10 раз больше самого платного участка. Но как это все устроено по платным дорогам, уже будем смотреть с вами в следующем выпуске, когда будем ехать уже из Паттайи в другое место, куда пока не схожу. Оказывается, въезд здесь платный. Окей. Так, все, поехали. Вот так вот нам скидочек сделали. 50 процентов. Камеру увидел и говорит, no problem. Вот так вот, видите, блогеров приветствуют в Тае. Супер. Здесь такая классная территория. Я думаю, что все, мы сейчас где-то будем парковаться. Значит, здесь вот остров виднеется. Блин, так красиво, красиво здесь. Так, надо, главное, где-то вот нам сейчас постараться в тенечке припарковаться, чтобы потом в тенечке отдыхать. Наверное, вот здесь это и сделаем. Окей. Да, здесь, кстати, вон палаток огромное количество. Ну, пойдемте отдохнем. Крайний день в Паттайи. Здесь действительно красиво, водичка, вот то, что нужно, вот идеальное. Поэтому сегодня накупаемся. У нас единственное, что Мирошка уснул. Родик тоже немножко подремал. Сейчас подождем, когда проснется, значит, Мирошка и пойдем уже купаться. Здесь, наверное, как и везде, можно купить такие соки, смузи, можно вон купить такие купальники, надувашки. Хорошо, что у нас это свое. И, собственно, еда на любой вкус. По ценам вообще всегда ориентируемся мы по рису. Вот здесь обычный рис, просто рис 10. У нас, например, там 20 на рынке. Здесь, значит, жареный рис с курицей стоит 50. У нас 80. Ну, то есть, так, где наша машина? То есть, ну, подешевле. Ну, я не знаю, у нас, в принципе, есть фрукты. Сейчас посмотрим, что скажет Настенка. Мы Настенку отправили за едой, наверное, сейчас нам купят риса. А мы с вами пошли на пляж, определяться, где будем сидеть. Наша тачка вон. Так, и где-то здесь сейчас сядем. Здесь, кстати, классно. Здесь вот эти сосны тайские, прикольно. И потрясающий заход в море. Я думаю, что нужно где-то будет приземлиться в тенечке. Давайте, парни, выбирайте место. Ну, не, ну, за каяками. Я хочу с видом на остров какой-нибудь. Судя по контингенту, здесь очень любят отдыхать местные. Здесь их вот огромное количество. Они все катаются на каяках, на бананах. Там идет писк ора того, что их повезли на какой-то вот ватрушке. Здесь, кстати, песочек, реально мука. Вот, посмотрите, вот прям беленькая такая. Оу, дети вон пошли. Вода нереально теплая. Ну, наконец-то, вон плавают красивые. Мироша, смотри, какие рыбки плавают. Вон они, красивые рыбки. Здесь такую косу набило. Ой, вот это я понимаю. Так, вот здесь надо плавать, не здесь, Артем. Вот здесь, здесь техническая зона. Смотрите, как здорово. Вот это я понимаю. И мелкая. Вон сколько стая рыбок. Ой, Мирошка там довольный, ребятки. Я не знаю, как сейчас будет меня видно, когда я вот так вот просто. Идти уже даже не буду, я просто так вот упаду. Вот это водится, вот это я понимаю. Ну, наконец-то. По сути, что мы час ехали, пока дети поспали. Не спеша, а аккуратненько доехали. Типырющее. Ну, вот то, что доктор прописал, как говорится. И вот мы тут. Конечно, такси сюда не наездишься, но вы знаете, и на остров не надо тащиться. Сюда вот проще доезжать. Красота, вся инфраструктура вообще. Мирошка, иди скорее сюда. Короче, здесь очень круто, потому что здесь очень соленая вода. Ну, это и хорошо. Ну, да, это и хорошо. Мне очень нравится, что большая береговая линия. Места всем хватает. Очень здорово, что этот природный тенек отсосен. Отсосен, ааа, это вообще потрясающе. Да, Мирошка? Пойдем скорее купаться с тобой. Давай. Давай, Мирошка, забегай. У-ху. Здорово. Да ты вставай здесь на ножках. Здесь прям хорошо. Ну, иди к папе. Тише, 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 тише. Не пей, не глотай. Так. Как тебе, Мироша? Лайк? Да. Вот, лайк, видите. Сам садится. Ой, тот человек очень сильно любит море. Да? Ты же, конечно. Я вырос на море. Как по-другому-то, да, Мироша? Ой, мы с Мирошиком кайфуем. На, Мироша? Да. Да. Ой, что там? О-о-о. Вот так вот катают людей. А, Мирошке, эти эмоции. Ах, ух, ух, ах. Дай. Как вам, ребятки? Как вам пляж? Как вам вот эта водичка? Напишите в комментариях. Я хочу прям подальше сплавать. Мне прям так хочется покупаться. Хотя здесь эти натянуты. Ограждение, что типа далеко заплывать не надо. Артем говорит, поплыви к острову. Я говорю, не, ни в коем случае. Здесь могут быть течения. И нафиг унесет куда-нибудь. Поэтому, конечно, да. О-о-о, красота, да, Мироша? И вот мы пока здесь. Вон я вижу, как Настенка идет, идет, идет. Сейчас увидит. Так, ну пойдемте. Выйдем из воды и расскажем, что нам так было хорошо. Пойдем. Парни, пошлите. Мама принесла еду. Ла, наш обед на красивом берегу. Это с морепродуктами. Это маленькая порция, да, вроде? Но она огромная на самом деле. Мы пока ели, я тут обратил внимание, что вот здесь вообще не туристическая история. В плане, смотрите, здесь даже нет ни единого лежака. То есть они просто приезжают со своими какими-то сидушками, креслами, лежачками и вот. А лежаки это только там Джамтиен и Паттайя сама. Либо Кулан. Настенке нравится пляжечек, да? Идешь как будто по ковру глазкому, да? Да, он такой мягкий песок. Ой, Мирошки. Мирошки вообще обалдеет. Деткам нравится мелко, хорошо. Да, Мирошки? Да. Ой, как вам все сказали, что ты накушался, Риса, да, мой дайка? Да. Да. Смотрите, какая чистенькая вода. Это я стою, у меня вот по грудь, и я все вижу. Вот то, что надо. То, что надо. Ну, коль мы в таком прекрасном месте, ребятки, оказались, давайте попробуем понырять и посмотрим, что там видно. Один, два, три, понеслась. Плыви, Мироша, плыви. Вот так вот. В общем, ребятки, кто здесь будет, у кого есть байк, либо тачка, сюда приезжайте. Пляж великолепный. С нами проверено, а детками заценено. Пляж великолепный. Мы пока здесь купаемся, наслаждаемся, вон едим арбузик. Посмотрите, какой у нас отлив случился. Вообще. Ну да. Такая теплая лужа. Намер очень, конечно, ты же просил, бери любой скорее. О, молодец. Здесь кушать и пать. Вот, ребятки, вот это мы накупались, наплескались. Вообще, как насенка горит, вот это мы отдохнули. У нас вот дело уже, на самом деле, тут к закату, и походу мы в Паттаю приедем. Уже солнце сядет, и будет темно. Но мы очень хотим на рынок. Раканакорд называется. Надеюсь, правильно выговорил. Вот, там насенка хочет поесть дуриан. Так. Фух. Вот, сейчас быстро ноги помоем. И прыгаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Вот он рыночек, куда мы и хотели. Сейчас главное здесь тачку бы где-нибудь оставить. Ну вот в этот раз мы приехали по красоте, еще много огоньков, все гори, держи, антисептик. Чик, 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 я не знаю. Пожалуйста, 3 килограмма по 100 бат. Эти, каких зовут? Мандаринчики. Не пойму, куда мы и убежали. Настенка хочет сильно дуриан. Вот тут прям свежий, вот прям сейчас вот разделывают. Не знаю, может быть, Настенке свеженький перепадет. Вообще, он мне вот так вот продает, что джетфрут, что грейпфрукт, что дуриан. Его вот открывают, потом в бумагу перекладывают и вытаскивают. И уже дает непосредственно. Вот это свежий классный. Давайте попробуем, мам. Давай попробуем. Ну да. Вообще, Настенка просто хочет здесь купить дуриан. Здесь вот именно они большие, классные. Но смысл заключается в том, что вот он не дает один кусочек взять. Вот кокосы есть по 30, по 28, по 25. Давай вот по 25 им возьмем кокосы. Все, нам вон мгновенно все разбили. Оп, все, бери. Мама взяла тебе трубочку. Я хочу ананас взять. Попробуй, мам, это очень сладко. Да. Ой, вкусно. Так, что вот это за фрукт? Расскажите мне, что это такое? Это что? Что за мячи футбольные? По 36 бат. Так, вот эти. Так, они джетруты. По 20. Но как там, блин, лучше свежий, конечно, если непонятно, сколько он лежит. Здесь, кстати, папайя большая. По 30, между прочим, за килом. А мы берем на 2 килома, это что-то? Я не помню на все. Вот по 45 мандарины. Мандарин, кстати, вообще много. Авокадо по 80. Вот эти что-то еще какие-то дорогие, по 150. Веники по 100. Да. Ну ладно, это уже в другом городе попробуем. А в другом городе, куда мы переедем? Да, в общем, огромное количество уже всего закрыто. А, кстати, это этот. Как это ваше любимое? Забыл название. Маракуйя. Веники по 60, у нас веники по 50. Здесь вот веники по 70, глаз дракона или как-то так. О, желтый драгон фрукт. По 50, 85. Вот они, джекфорты. Посмотрите, какие гигантские. Вот моя рука. Я не знаю, ну вот, сравнение с Артемом. Они не колючие. С размером Мирона. Ну да, еще мы опять поздно чуть-чуть. Уже много все закрыто. Но огромное количество арабузов. Посмотрите просто. Можно дешевле купить. Какой-то дешевле. Джекфорты. И дуриан здесь. Можно, можно. Можно, да. Но надо пораньше. Что-то можно, что-то нет. Лучше сюда утро. Вот вечером опять приехали. Опять получается все почти закрыто. Не знаю, как это работает. Ну и, кстати, яблок тоже большой достаточно ассортимент. Рынок классный. Но в том плане, что здесь выбор вообще невероятный. Вот сюда приезжаешь и просто, ну, наслаждение. Я думаю, вы понимаете по этим прилавкам. Это, конечно, вау. Вот такая есть возможность. Конечно, лучше, мне кажется, вообще сюда приезжать. И, кстати, еще у нее с кокосами такая техника интересная. Она чуть надрывает, а потом так шик-с. Специальным ножом там проходит. И получается, что вся мякоть в кокосе уже и все. Берешь палочкой и ешь. А мы еще решили взять пару, они такие маленькие. Видите? Сейчас пожелтее что-нибудь выбрать. Чтобы был прям вкусный-вкусный. Они как-то вот так вот их режут. Видите, как красиво? Вот. Я не знаю, как это у них получается. Вот кокосовую воду отдельно продают во льду. И пятоть тоже продают. Носенка взяла себе дуриан. Сейчас будет на улице его есть. Потому что в машине это делать нельзя, я уже говорил. Прям разделан. Ну, видишь, они тоже его сразу не съедят. Ну, в следующий раз возьмем разделанный, чтобы он дома у нас был. Какой дома его нельзя? Дома. А здесь, кстати, вот еще большой местный рынок. Прям едят местные. Давай. Что, вкуснота? Очень вкусно. Попробуем. Зачем ты дергаешь-то маму? Сейчас все повадится, повадится. Ну. Ты ненавидишь, что его не пробовал просто. А, ну, мимо. Давай. Это сладкий. Прям кусочек мяки. Это сладкий вкусно. Чувствуешь, как вкусно? Ну, прикольно, но забавный. Миллион оттенков вкуса. Мы решили нашу жизнь, месяц жизни в Паттайе зафиналить здесь, на нашем любимом рынке. Купили кучу еды. Да. И пойдем спать, завтра переезд, ребята, у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!